Сирия 27 марта. Один из высокопоставленных членов пострадал в результате взрыва в Дамаске. Курдские боевики задержали 160 человек в Раке за нарушение комендантского часа. Сирийская арабская армия укрепляет свои позиции в Алеппо и Длиби и Хаме, сообщает военный источник федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Коротко об итогах противостояния. Смотрите до конца. Провинция Дамаск. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает о взрыве в долине Вадибарада в окрестностях административного центра провинции. По предварительной информации, в деревне Альтики детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле одного из командиров национальных сил обороны. В результате взрыва высокопоставленный член формирования получил серьезные травмы и попал в больницу. Более подробная информация о случившемся пока устанавливается. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не взяло на себя ответственность за минирование транспортного средства. Провинция Алепа. Появились подробности о междоусобицах протурецких боевиков в кантоне Африн, первые сведения о которых появились несколькими часами ранее. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник AgnReports, инициаторами столкновений стали террористы Джейш Алислам, которые совершили нападение на штаб-квартиру Сирийской национальной армии. О потерях сторон все еще ничего не известно. Между тем, Twitter канал Гопчак сообщает о том, что проправительственные силы продолжают укреплять свои позиции на линии разграничения сил с боевиками в западном Алепа, южной части Идлиба и на северо-западе Хамы. Сирийская арабская армия и ее союзники стремятся обезопасить ранее зачищенные территории от налетов со стороны боевиков. Напомним, несмотря на попытки властей Сирийской арабской республики при поддержке Российской Федерации достичь мирного урегулирования конфликта, террористы не перестают провоцировать столкновения в Идлибской зоне деэскалации. В первую очередь это ставит под угрозу безопасность мирного населения. Провинция Дейр-Эс-Зор. Появились неподтвержденные данные о перестрелке между демократическими силами Сирии и сирийской арабской армией к северо-западу от Дейр-Эс-Зора. Согласно информации военного источника в сети Twitter Дейр-Эс-Зор, стороны ведут огонь с противоположных берегов реки Ифрат. Тем временем сирийский центр мониторинг за соблюдением прав человека сообщает о передислокации подкреплений иранских формирований на юго-восток провинции. Десять грузовиков, а также несколько единиц военной техники, корпуса стражей Исламской революции, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику со стороны Ирака. О целях переброски дополнительных сил не сообщается. Провинция Рака. Курдские боевики возобновили аресты гражданских лиц в оккупированных районах Раки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник, члены так называемой милиции Асаиш, подконтрольной демократическим силам Сирии, задержали порядка 160 человек за нарушение комендантского часа, который был введен с целью предотвращения распространения коронавируса. Однако местные активисты полагают, что рейды Асаиш связаны с намерением СДФ пополнить свои ряды. Как известно, нередко жертв подобных массовых арестов направляют в военные лагеря демократических сил в рамках насильственной вербовки, которая проводится курдскими боевиками незаконно. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира. Субтитры создавал DimaTorzok